Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса долл-рубля. Еще бы мне, господа, сегодня хотелось начать. Ну, смотрите, в принципе, как вы видите, никакой особой динамики в курсе не было, да? То есть, вроде бы каких-то изменений вроде как не наступило, с одной стороны. С другой стороны, смотрите, ну, во-первых, здесь у нас получается, мы видим по барному анализу, в очередной раз, видите, да, отсутствие покупателей, то есть, никто не разгоняет, да? А с другой стороны, смотрите, господа, я хочу обратить внимание вот на что. У нас по долл-рублю-то мы остались в районе 92, 22, чуть выше, то есть, 24, да? То есть, в принципе, закрытие было неплохое. А вот по евро-рублю, господа, у нас на самом деле идет все выше и выше динамика вверх. Смотрите, практически мы начинаем прорываться в 150. Зато, с другой стороны, к юаню у нас картина иная. Мы как раз, наоборот, начинаем уходить все ниже. Значит, смотрите, ситуация какая. Вот давайте посмотрим сейчас еще наш торговый график. Смотрите, у нас получается, доллар-рубль остался в зоне ослабления. Конкретно евро к рублю закончилось укрепление. Вот она у нас была, красная зона. Переходим в синюю. Притом, все торговые сигналы показывают на пробой. То есть, есть вероятность по алгоритмам именно поход вверх. И по юаню к рублю картина иная. Мы все равно остаемся в зоне укрепления. И видите, если мы посмотрим по евро, то у нас вот здесь вот прям было видно уже все, что вот она у нас зона эта сократилась. И это говорило о том, что в ближайший момент в любой момент может начаться ослабление. Что оно и произошло. А по юаню наоборот, смотрите, широко, далеко. И при том мы ушли ниже 12.80 и в последнее время туда вернуться не можем. То есть, как бы со стороны Центробанка вроде как нарастает давление. И вот тут, господа, нам стоит вспомнить, какой у нас будет завтрашний день. Дело в том, что завтра, господа, на самом деле, вот мы сейчас, конечно, с вами календарь разберем. Но я считаю, так как мы всегда концентрируемся прежде всего на самых важных моментах, да. То есть, то, что реально может повлиять на ситуацию с курсом. То, смотрите, завтра, 5 число, именно завтра наступает новый этап покупки Фонда национального благосостояния. И как мы помним, по заявлениям со стороны Минфина, там увеличение покупок на 4,2 раза, по-моему, или 2,4 раза. Я уже не помню, сколько они там писали. А самое интересное, я еще посмотрел данные ПЦБ. А они говорят о том, что они сократят продажи чуть ли там не 18 раз, понимаете, да. То есть, получается, что давление покупателей, уже вот если в этой формуле смотреть, начнет больше быть, чем продавцов. То есть, несмотря на то, что у нас кросс-курсы, что у нас непосредственно курс управляется, соответственно, со стороны ЦБ и Минфина. И зеркальными сделками уже образуется курс доллар-рубля, да, для тех, кто канал смотрит впервые. Несмотря на это, у нас получается перекос со стороны покупок, которые должен начать Минфин. И, судя по всему, мы это уже начинаем видеть, да, то есть, по евро начинается разгон. И в то же время сокращающиеся доли по продажам юаня, да, то есть, со стороны ЦБ. ЦБ как бы продает, как бы продолжает эту динамику на, собственно говоря, снижение диапазона. Мы видим, что вот еще по технике, я вам тогда говорил вчера, позавчера, что тут рисуется такая картина, особенно вот после вот этой свечи, да, и вот этой свечи. Когда у нас как раз на заявлениях о том, что вот был пик НДПИ, там уже 28 число было, а это 27. Нас еще раз прям пролили, вроде под НДПИ, а вот выкупили меньше, да, и в итоге мы видим, что за 12.80 нас не выпускают. То есть, здесь такая динамика со стороны именно юаня выглядит на укрепление. То есть, вот конкретно по юаню укрепление, а вот по евро картина совсем иная. Здесь, наоборот, реально начинают разгонять евро и, судя по всему, могут выйти за этот 150, выйти в район 101, 101.50. И поэтому, господа, нам это все нужно будет увидеть как минимум завтра. Как правило, во-первых, у нас в конце недели, в пятницу, чаще всего так происходило, происходили ослабления рубля такой импульсной свечой по юаню. Вот здесь мы с вами ее всегда наблюдали. Здесь вот, да, вот они вот эти свечи, вот они вот эти свечи. Здесь картина какая? Также подходит конец недели, также подходит к пятнице. И также мы получили информацию именно с 5-го числа, собственно говоря, ЦБ и Минфин начинают опять действовать по новому, грубо говоря, по новой схеме в рамках бюджетного правила. То есть, закупки фонда национального благосостояния. Кстати, надо отметить еще какой момент. Смотрите, господа, видите, облигации-то размещаются плохо. Плохо размещаются облигации, значит, доходность бюджета, соответственно, под вопросом, да? То есть, его надо чем-то будет заполнять, и это в очередной раз говорит о том, что рубль укрепляться, ну, просто не на чем. И не к чему. Да, вот валютные интервенции мы видели, они выросли, но на самом деле укреплять рубль просто я пока не вижу смысла. Инфляция есть, растет. Ну, как бы, скажем так, в России она сейчас довольно слабая такая динамика на дополнительный рост, да? То есть, она оказывается в рамках, грубо говоря, прогнозов там, то, что указывал Минфин, 7,4, по-моему, да, или 7,2, вот в этом пределе. То есть, не сказать, чтобы прям разгон какой-то, да? А вот бюджет-то у нас страдает, бюджет у нас страдает. Экономика у нас сильная, да? То есть, все показало, что у нас все достаточно сильно держится, хорошо производство там и так далее. А, собственно говоря, вопрос с бюджетом, то есть, вопрос ставку можно, грубо говоря, оставлять там, да, на повышенном уровне. А бюджет наполнения, вот тут вопрос. Вот тут вопрос. Мы видим, что нефтегазовые доходы тоже растут. И поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, все-таки начнется вот этот перекос на ослабление рубля. Потому что, как мы уже сказали, и ЦБ Минфин об этом заявил, но это мы узнаем только завтра, 5-го числа. Начнут они, быстро ли они это начнут, постепенно это будет делать, непонятно пока. Пока наблюдаем. По юаню картина одна, по евро другая. Теперь смотрите дальше, господа. Что вы сегодня ждали и, соответственно, что мы будем ждать, господа, завтра? Значит, смотрите. Индекс потребительских цен в Швейцарии. Как вы помните, это, конечно же, у нас статистика, связанная с инфляцией по всему миру. Мы ее отслеживаем в целом, чтобы понимать, что будет происходить дальше непосредственно с ситуацией со ставками. Как мы помним, доллар у нас, смотрите, доллар сегодня, посмотрите, как ослаб. 104. То есть со 105 он свалился в итоге на 104. Как я и говорил, поддерживать доллар им сейчас тяжело. Значит, смотрите. По Швейцарии здесь картина следующая. Индекс потребительских цен в Швейцарии замедлился. То есть у них, получается, месяц к месяцу в итоге вместо 0,6 и 0,3, как было в прогнозах, 0 оказалось. То есть не выросла инфляция. А вот конкретно по году, там картина чуть похуже. Там, получается, предыдущий был рост на 1,2, тоже ждали разгон на 1,3, а в итоге на 1,0. То есть разгон инфляции продолжается, но меньше, чем предыдущая. И, кстати, вот эта ситуация как раз не только там. То есть там в Европе тоже такая была типа статистика, последнее время показывала. И это говорит о том, что инфляция по еврозоне, например, и в отдельных странах, она все-таки растет, но не с опережающими темпами. То есть она пока не ускоряется. Понятно, это все, естественно, лаг по времени, но на этой статистике начали опять появляться вот эти спекуляции по поводу снижения координированных ставок, чтобы доллар остался крепким. То есть все центробанки должны снизить, а вот доллар остается той же ставкой высокой и, соответственно, в этот момент укрепляется по отношению ко всем. Вот такая тоже пошла опять спекуляция. Сейчас мы, кстати, с этой темой тоже разберемся по доллару. Значит, смотрите дальше. Что мы еще ждали? Публикация протоколов заседания ЕЦБ по монетарной политике. И вот тут, господа, как раз, да. Ну ладно, я это вам потом покажу, потому что у нас телеграм-канал сейчас структурирован, да. Надо будет, чтобы не мотать туда-сюда. Я вам потом покажу. Публикация протоколов заседания ЕЦБ показала, что на самом деле они как бы ведут такие слухи, опять же, да, это никакой не гарантии, ничего, что вроде бы, как в еврозоне, так как инфляция вроде бы как замедляется, то это как бы мы можем рассматривать вариант о снижении ставок. Но это опять же все может быть, может не быть, рассматриваю, не рассматриваю, факт совсем все иное. И я вам сейчас покажу, на самом деле, даже сами американцы этот процесс описывают. Значит, смотрите дальше. Общее число лиц, получающих пособие по безработице. Вот это, господа, было достаточно важно. И по факту, в итоге это, кстати, естественно, было в США. Общее число показало, сейчас я вам скажу. Общее число получающих пособие по безработице сократилось. То есть, предыдущее было 1.81, прогноз там они не делали. В итоге факт 1.79. Но это не самая была главная статистика. А теперь смотрите дальше. Дальше у нас было после этого объем экспорта и объем импорта США, то бишь сальдо торгового баланса. Что и требовалось доказать. Никакие они нахренные экспортеры, чтобы они там не пели. Они только все импортируют. Максимум, что они продают, это услуги. Все. И, соответственно, свою печатную бумагу. Больше ничего. По факту у них сальдо торгового баланса минусовое. Что, собственно говоря, и требовалось доказать. Минус 68 миллиардов. А прогноз был минус 66,90. То есть, типа, должен был бы быть чуть получше. Но нет. Они только импортируют. И что, собственно говоря, и требовалось доказать. Естественно, им нужен доллар крепкий. Потому что иначе покупательная способность доллара начнет бить, соответственно, по карманам домохозяйства и прочее. То есть, им нужно, чтобы покупать товары за более дешевую цену, чтобы покупательная способность доллара была высокая. Как говорится, на иностранных рынках. А по факту, еще раз говорю, они не экспортеры. Они импортеры. Как всю жизнь были, так и остались. И ничего там у них, ни в какой экспорт, они вообще не сдвинутся. Теперь смотрите дальше. Число первичных заявок на получение пособий по безработице США. Вот это было очень важно. И ситуация какая? Число первичных заявок на получение пособий по безработице в итоге выросло. То есть, это был хороший, на самом деле, признак для ФРС. На что, в принципе, тоже начал реагировать, в том числе, индекс доллара. Он начал реагировать еще раньше, еще на статистику предыдущую. Но уже это тоже, собственно говоря, оказало дополнительное давление. Потому что это говорило о том, что, значит, рынок труда постепенно, типа, начинает остывать. А значит, соответственно, есть вероятность, что все-таки ставка, типа, может начать снижаться. Что, конечно, полный бред. Но рынок же живет у нас с помощью вот этих может быть, может не быть. Поэтому, соответственно, на это реакция была. И, кстати, смотрите, американский рынок, если мы посмотрим, он у нас, как я вам говорил, мог устремиться на 5300. Так он в итоге опять пытается туда выйти. Несмотря на то, что его уже объяснили, что ставки на самом-то деле никто снижать не будет. Но он уцепился за эту фразу Паула о том, что когда-нибудь в этом году. И считает, что это все равно, соответственно, дает возможность ему расти. Это полный бред в чистом виде. Но я так думаю, что, во-первых, впереди выборы. Понятное дело, рынок ронять никто как бы не хочет. Во-вторых, они надеются на отчетный период, который там уже через несколько недель начнется. И тогда, типа, отчеты подтвердят. То есть, они хотят как минимум удержать 5200 до отчетов, чтобы не падать. А оттуда, соответственно, попытаться на помощи отчетов уже двигаться выше. Поэтому ситуация, конечно, сейчас пока пограничная. Потому что еще впереди будут данные. Особенно по рынку труда. Они в пятницу у нас выйдут. Достаточно серьезные. И там картина может поменяться, на самом деле. Рынок сам себя обманывает. Вот реально. И смотрите, теперь еще что какой момент. По поводу золота. Обратите внимание, золото у нас сегодня немного приостановилось. Достигнув максимума 2300. А я думаю, что здесь, скорее всего, сейчас пойдет все-таки попытка закрепиться за 2300. Я не думаю, что золото в итоге покинет 2300. Потому что пока факторов, на самом деле, понятное дело, что любой инструмент, он не растет, как и деревья, не растут все время вверх, так и здесь. То есть, рано или поздно, естественно, начинается коррекция. Где-то фиксация прибыли, где-то еще что-то. Но это не говорит о том, что это все. Это конец, развороты и полетели вниз. Надо учитывать, что еще ситуация какая. Сейчас Байден должен поехать к ушастому Нетаньяху. И, собственно говоря, с Нетаньяху решать вопрос по поводу того, что как это так получилось, что сатанисты из Израиля уничтожили сатанистов из Америки и, соответственно, европейских и так далее. То есть, те, которые, так сказать, попали непосредственно, как говорится... Ну, там эти-то, наверное, скорее всего, были не сатанисты, потому что там это была, типа, как говорится, волонтерская фактически организация. То есть, там какие-то были добровольцы, помощники и так далее. Организация там это Кухня Мира, там, ну, не знаю, насколько... Просто, понимаете, все организации, которые создают американцы, британцы, вот эта вся хрень, это все псевдоорганизации, проксиорганизации, которые на самом деле занимаются чем угодно, только неблаготворительностью, негуманитарией и прочее. Они только сеют хаос, они только, собственно говоря, используются как прокси-группы и так далее. Поэтому, насколько они там реально действительно помогали, давали там еду палестинцам и так далее, я за это утверждать не буду. Но сам факт остается фактом, что удар по ним был нанесен. И, собственно говоря, ситуация, так сказать, для Байдена и США оказалась такой очень неприятной. Как это так? Так, как бы Израиль, он, конечно, да, он сатанист, он может уничтожать палестинцев. Но как он, так сказать, посмел ударить по, так сказать, их подданным, да? Ну, и ситуация получается в чем? Что, конечно же, это все ведет к тому, что появляется пауза. То есть, опять же, нужен какой-то фундаментальный фонд. Смотрите, это также совпадает. Обратите внимание, золото достигло 2 300, а нефть, господа, достигла 90. И ровно у 90 тоже осталась пауза. То есть, нефть тоже дошла до 90 и тоже остановилась. То есть, это такие ключевые, на самом деле, уровни, которые фактически будут ознаменовать о том, что тренд пойдет и дальше, да? И 90 уже станет несгораемым уровнем, как это было в свое время на 80. Я уже говорил, что обоснованные цены 92-94, я вас предупреждал, что нефть туда идет. А вот дальше уже там будет проблема. То есть, выход на 100 и так далее, это уже несколько гораздо проблематичней. Рыночная стоимость будет как раз именно в районе 92-94. Но надо понимать, что, конечно, ОПЕК подтвердил, соответственно, что он непосредственно, получается, сокращать будет добычу в тех же объемах. А это надо понимать, что 2,2 миллиона баррелей в сутки. То есть, каждый день сокращение. Поэтому конъюнктура рыночная, безусловно, может меняться. И даже, когда раньше это 92-94 казалось дорого, да? Там уже как бы был такой определенный баланс. И мы помним там запасы, ну я лично помню, запасы начинали резко расти, да? То есть, здесь картина может поменяться. Потому что, еще раз говорю, конъюнктура рыночная, она другая. А доллар уже на золото, на нефть уже так влиять не может. Мы это четко видим. Поэтому, что золото, что нефть дошли до предела и пока остановились. Особенно, я думаю, будет играть значение как раз сейчас вся информация, которая будет поступать. По поводу сектора газа. Во-вторых, господа, не забываем, да? Черный лебедь, который связан с ударом Ирана от ветки, да? А там уже фактически как? Американцы открестились, что мы тут ни при чем. Им сказали нам похрену, при чем вы ни при чем. Мы считаем, что вы при чем. Дальше, соответственно, ИЦРУ американская заявила, что в течение 48 часов будет нанесен удар со стороны Ирана. Ну, мы понимаем, что фуфло это все от американцев. Верить в это, конечно, не стоит. Естественно, вот эти нагнетения, пятые и десятые, это все их, так сказать, в их, так сказать, постоянной политике. Вот. Но факт остается фактом, удар, конечно, будет. Конечно, будет. И тут, как мы уже говорили, вопрос будет, какой удар, насколько сильный будет удар, насколько он будет показательный, насколько он не спровоцирует ответку, да? То есть, вот это надо понимать. Поэтому, естественно, все как бы ждут, все сосредоточились. И это, естественно, не дает возможности развернуться золоту вниз, да? Или там нефти. Естественно, это ожидание, оно, естественно, подталкивает цены, да? Потому что защитные активы, они, естественно, в этот момент набирают стоимость. Но вот этот предел, а тем более пошли вот эти разговоры о том, что сейчас, возможно, там Байден, он не просто туда полетит, да? Смотрите, еще какой расклад. Салливан, которому ребра сломали, да? Вот, он, собственно говоря, как говорится, тоже собирался лететь куда? В Саудовскую Аравию. То есть, их явно волнует проблема с нефтью, да? Они пытаются Саудовской Аравии, соответственно, будут попытаться договориться. Будут оттуда всякие вбросы о том, что они якобы там договорятся о увеличении добычи, еще что-нибудь. Примирить, так сказать, Саудовскую Аравию с Израилем. Возможно, это же самый главный, один из самых главных сатанистов Салливанов, да? Он, собственно, Ротшильда-Рокфелевская, понятное дело, представляет все это отродье. И, естественно, они, скорее всего, что могут еще делать? Готовятся. Готовятся. То есть, они понимают, что сатанисты Израиля начнут, собственно говоря, окончательную зачистку, уничтожение геноцида полипалестинского народа в Райфахе. Им нужно заручиться тем, что никто в это, как говорится, не будет впрягаться. Поэтому вполне возможно идут вот эти, как говорится, консультации, вот эти вот поездки, там пятое-десятое, что и приостановило, пока цены на нефть, цены на золото все встали в ожидании. Что будет дальше? А технически они уже достигли максимальных значений. Соответственно, им либо надо это закреплять и, соответственно, двигаться дальше, да? Либо, собственно говоря, как говорится, в этой ситуации производить какую-нибудь коррекцию, например, да? Но, опять же, я говорю, поводов для этого нету. Просто от слова нет вообще. Потому что и ситуация со ставками, как мы знаем, она фактически паулом, опять же, подвешена абсолютно в неопределенности. Вилка вот этого вот и снижать когда-нибудь, и сейчас не снижать. Все. То есть тот же механизм, как я уже говорил, который, собственно говоря, удерживает доллар, да? Теперь дальше. Естественно, в этой ситуации мы ждем, смотрим, какие будут дальше развития событий. И ситуация в СВО, там тоже все достаточно уже становится серьезно. Потому что, если в итоге Часов Яр, который фактически уже там 400-500 метров, грубо говоря, от наступающих сил, да? Собственно говоря, тоже в ближайшее время пойдет, то по факту начинает рассыпаться вся оборона, оставшаяся. И вот тут НАТО надо будет что-то отвечать. Мы знаем, что у НАТО там сегодня день рождения, они там торты режут, там пятые-десятые. И, соответственно, они там очень много уже сейчас орут о том, что надо срочно там прям денег-денег-денег. Но факт остается фактом, что как только рассыпется вся оставшаяся оборона, да? Вот это Славянск-Раматорск, а это все начнется сейчас в Яро, то тогда уже ближе и ближе будет битва за Одессу, которая однозначно, естественно, будет провоцировать в любом случае какого-то вмешательства НАТО. И это все, безусловно, как вы понимаете, все это будет вести к тому, что защитные активы будут держаться, что мы, в принципе, и видим. Естественно, что и золото, и, соответственно, все сырье, оно, естественно, будет дальше дорожать. А дорожание, естественно, всех этих ресурсов, безусловно, ведет к разгону инфляции. Все, по-другому тут быть не может. Поэтому, естественно, этот круг замкнутый, и Америка в него попала. Теперь смотрите дальше. Значит, ситуация какая? Значит, число первичных заявок на получение пособий по безработице показало нам в итоге картину, что все-таки пособия начали расти. А это, соответственно, уже говорит о том, что как бы рынок труда начал замедляться. Но ФРС на это как бы никаких комментариев не дало, хотя оно там, в принципе, должны были выступать. Пока, по крайней мере, я ничего не увидел. Но доллар на этом ослаб. Потому что, понятное дело, расценивался вариант о том, что, как мы понимаем, возможности поснижения ставок. Они, конечно, должны были заняться тем, чтобы поддержать. Потому что смотрите, что происходит еще в американских облигациях. Они же тоже продаются. Вот они сейчас немного приостановились, но как бы никаких покупок нет, ничего не восстановилось. И, соответственно, им нужно как минимум пытаться подогревать к ним интерес. Каким образом? Правильно, естественно, ростом доходности. Вот рост доходности опять начинает возвращаться к тем же пиковым значениям. А что будет, собственно говоря, с двухлетками? То же самое. И двухлетки, и десятилетки растут. При этом мы видим, что доллар все равно не вытягивает. Потенции у него пока не хватает. Поэтому, естественно, мы ждем, что завтра, завтра будут серьезнейшие события. Серьезнейшая будет статистика. И, естественно, мы ее будем ждать. Сегодня у нас еще что оставалось? Международные резервы Центрального банка США, простите, не США, это Российская Федерация. И международные резервы, это просто они в долларах. Значит, международные резервы Центрального банка Российской Федерации показали следующее, что они немножко сократились. Мы помним, что мы за этим наблюдаем непосредственно в рамках, прежде всего, возможных, например, расширения, как говорится, возможности эмиссии рубля. Вот сейчас они немного сократились. Не сильно, но сократились. И это, соответственно, как бы говорит о том, что печатать пока много не получится. То есть там, как говорится, пока не дает вот этот дополнительный доход, возможно подпечатывать рубли. Поэтому, смотрите, в принципе, ну там не сильно, правда, поменялось, чуть-чуть там она упала. Тем более, мы помним, что их вообще собираются своровать. Это, естественно, тоже еще подталкивает, собственно говоря, золото. Вот вчера уже заявляли там Китай, я не помню, кто там еще, куча всяких стран, которые тоже заявляют, там Бразилия и так далее. О том, что, конечно же, они против того, чтобы пытались украсть эти ЗВР, да. А это уже, как вы понимаете, безусловно, говорит о том, что они к этому готовятся. Они к этому готовятся. Поэтому вот эти закупки золота, они, естественно, продолжали сейчас максимально, максимальными, как говорится, темпами, да. Теперь смотрите дальше. Что мы еще сегодня ждали? Речь члена ФРС Баркина, то есть наших фуфлыжников, и речь члена ФРС Мистер. Естественно, они должны были там, ну он, по-моему, Мистер будет на порядок позже выступать, да. То есть его, как говорится, комментарии, я, может быть, позже, ее, простите, комментарии, да, она в 21.00 будет выступать. Вот. Русский расписался с тем, что он ничего сказать не может, и по факту он только ссылается, естественно, на новые данные. Вот новые данные мы и будем ждать. Смотрите. Первое. Что будет завтра? Средняя почасовая заработная плата США месяц к месяцу. Выступление представителя ФРБ Коллинза. Это, естественно, комментарии ФРСников и фуфлыжников. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Вот. Вот что ждут. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Вот это самая важная статистика. Дальше уже уровень безработицы. Речь члена ФРС Баркина. Еще раз одного, да. ВВП Российской Федерации год к году. Не знаю, кстати, он почему-то сегодня светился, но пропал. Но вот он на самом деле вроде как завтра. И выступление члена ФРС Боуна. Вот, кстати, обратите внимание, господа. ВВП Российской Федерации как раз, да, выходит. А к нему как раз начинается вот это пятое число со стороны действия ЦБ и Минфина. Поэтому еще раз говорю, завтрашний день может оказаться импульсным. То есть может резко пойти прорыв диапазона. Притом это, естественно, должно быть по идее с юаня, да. Но мы видим подготовку, которая происходит в евро. То есть именно со стороны Минфина. И мы помним о том, что именно Минфин заявил о том, что он увеличивает покупки, а ЦБ сокращает продажи. Поэтому вот эти факторы, совпадающие, да, они нам вот эти вот намеки как бы посылают. Ну и смотрите, по Америке, конечно же, это прежде всего будет, естественно, влиять на ситуацию с индексом доллара. А это колоссально будет иметь значение для общей вообще ситуации. Смотрите, средняя почасовая зарплата обязательно будем смотреть. Потому что там, прежде всего, будет показывать проинфляционные риски. Зарплата это растет, если, естественно, то, как мы понимаем, инфляция будет тоже расти. Выступление представителя ФРБ Коллинза. Смотрим, что он там скажет. А вот изменение числа занятых в несказательном секторе, это будет просто важнейшая статистика. Потому что именно устойчивость или неустойчивость рынка труда для Америки сейчас имеет колоссальное значение. Поэтому вот за этим мы будем внимательно следить, если рынок труда начнет демонстрировать, как говорится, риски замедления, падения и прочее. Это, с одной стороны, рынок, опять же, да, вот я говорю, он будет смотреть с разных сторон. Прежде всего, пока что закладывает, грубо говоря, любые там, например, негативные информации, да, которые, так сказать, для экономики, да, она распринимается хорошо, потому что это, соответственно, признаки того, что ФРС, скорее всего, будет снижать ставки. И при этом получается абсолютно, как говорится, зазеркалье, да, то у вас в экономике начинается все плохо, а вы говорите, нет, рынок поэтому должен расти, потому что ставки-то снизят-то, раз в экономике-то плохо. Поэтому, на самом деле, вот такая вот зазеркальная ситуация, но замедление рынка труда, это будет первые признаки того, что вообще в Америке у нас все-таки начинает происходить постепенное замедление всей экономики. Поэтому за этим будем внимательно следить, и на это, естественно, может реагировать также индекс доллара. Смотрите, если все-таки число занятых на нескоряйственном секторе будет расти, то есть все-таки будет рынок труда устойчивый, да, а мы последнее время, вот как раз в среду мы их получали, да, изменение числа в занятых на нескоряйственном секторе, и там, по-моему, оно выросло. Так, сейчас я точно уточню, я уже просто не помню. В среду она, по-моему, нам показала, что все-таки, сейчас, это важно, сейчас, один момент. Потому что, я помню, на него была реакция сразу. Да, да, и рост был серьезный. Рост был серьезный, 184К по отношению к 155. И как мы помним, на этом, господа, смотрите, среда же у нас, да, ну-ка, понедельник, нет, понедельник, вторник, среда. В среду у нас как раз индекс доллара падал. Но, вот, а, ну правильно, потому что ставка, соответственно, если рынок труда жесткий, естественно, никогда она не снизится. Все правильно. И это, соответственно, как мы видели, после этого индекс доллара, он вначале, я помню, он вначале там начал увеличиваться, ну, расти, а потом, там, потому что потом Паул пошел и так далее, да, и потом он, собственно говоря, завернулся уже вниз после выступления Паула. А в целом это было хорошо для непосредственно Паула в каком плане ставку поднимать тогда, вернее, снижать не надо. И это укрепляет доллар. То есть, если у нас получится, что изменение числа занятых негазиственных секторов опять вырастет, да, то это укрепит доллар. И вот как раз вот этот откат со 104, он может быстро опять вернуться его в район 105, со всеми вытекающими, с давлением, там, попытки на нефть, там, золото и так далее, да. Поэтому, ну и, соответственно, против всех валют. И вот тут вопрос, как будет действовать ЦБ и Минфин. Потому что в последнее время мы видели, что когда доллар начинал укрепляться, на это, собственно говоря, ЦБ начинал реагировать продажами, да. А сейчас, как мы помним, да, у них задача наоборот, покупать фонд национального состояния с перекосом в покупке. Но когда пойдет расти доллар, вопрос, как они будут реагировать. Поэтому пятница, господа, будет достаточно серьезная. Достаточно серьезная, будь внимательно, надо за ней смотреть. А вот теперь, смотрите, господа, что по доллару все-таки, да. Смотрите, возрождающиеся, это пишут сами американцы, доллар США раздражает центральные банки и правительства по всему миру, вынуждая их действовать, чтобы ослабить давление на свои собственные валюты. Это вот что и требовалось доказать. Помните, я вам говорил, что если они там индекс доллара погонят там на 117 и прочее, там в свое время тогда и Великобритания, Европа начали фактически коллапсировать, да. То есть это прям начались серьезные проблемы с центральными банками, с их облигациями, с их валютой и так далее. Поэтому, как еще раз говорю, именно доллар сейчас задает тот тон, которому, собственно говоря, ЦБ остальных банков приходится, собственно говоря, пристраиваться, да, как говорится, приспосабливаться. Но дело в том, что у них же тоже есть своя экономика, а она абсолютно далеко не то, допустим, как говорится, в данный момент получает, при том, что их валюты ослабляются. Вот теперь смотрите, от Токио до Стамбула политики защищают обменные курсы словами и делами, поскольку устойчивая американская экономика, ну это вот то, что рынок труда там и так далее, пытается сохранить сильный доллар. То, о чем я вам и говорил, что и требовалось доказать. Про что я вам постоянно говорю, что они его поддерживают искусственно. Пытаясь вот как раз, как говорится, оправдывать это все пока устойчивым там тем же рынком труда. Опровергая ожидание снижения процентных ставок в США. Вот как они его сохраняют, сильный доллар. Опровергая ожидание снижения процентных ставок в США. То есть чистой воды манипуляции, что и вам требовалось доказать. То есть устойчивая американская экономика, да, это можно выкинуть. А вот пытается сохранить сильный доллар, как? опровергая ожидания снижения процентных ставок сша что и требовалось доказать поэтому еще раз говорю пауэлл вот с этим фуфлом он фактически тупо что делает держит доллар держит доллар на полном фуфле который построен на абсолютно двух самоисключающихся как говорится понятиях о том что ставка когда-нибудь будет снижена но не сейчас все вот в этой формуле закрыта вся поддержка доллара стоит одному из этих как говорится составляющих выпасть и все и на этом баллад закончится значит смотрите эти активизирующиеся усилия напоминают что в 22 году я вам тут специально прям подборочку сделал когда чиновники швейцарии и канаде сетовали на ослабление обменных курсов на фоне всплеска инфляции а сильный доллар ударил по развивающимся экономикам что способствовал историческому дефолту шри-ланке да вот вам ответ на самом деле что творит доллар что он работает только на себя не о какой-то мировой экономике и так далее там речи нет полное фуфло как я уже говорил американцы заботятся только себе и вся эта ситуация естественно как я уже говорил приносит полный дисбаланс и во всей экономике рынке и так далее сегодня страны обремененные внешним долгом вот внимательно слушайте остаются в зоне риска при этом мальдивы и боливии особенно уязвимы если доллар сохранится то есть если доллар будет укрепляться похоже что безопасного выхода из продолжающегося доминирования доллара не существует о чем я вам говорил что здесь в любом случае крах этой системы однозначно будет трейдер настоящее время прогнозирует снижение цен на три четверти пункта в двадцать четвертом году по сравнению со ставками на более чем 150 басных пунктов смещения начале года это они пока раз по поводу ставки что поможет поднять оценку доллара блумберг пишет более чем на два процента в этом году и обрушит все начиная с курса индийской рупии и нигерийской наере и упал до рекордов низкого уровня то есть обрушит все валюты что как говорится я вам и говорил что все заинтересованы уйти от доллара потому что это возникает колоссальная постоянно манипуляции давление на все остальные страны дальше хотя рынки все еще ожидает что фрес мягчит политику в этом году это полный чушь полный я вам про что говорил что это чистой воды манипуляция но все убеждены что даже это не принесет облегчение на валютные рынки центральные банки собираются приступить к самому синхронизированному помните я им говорил как они задумали вот это ротшильда рокфелевская отроди да как они хотят удержать свою вот эту фуфлыжную бумажку они хотят чтобы все центральные банки приступили к самому синхронизированному циклу снижения ставок с 2008 года вот именно так то есть они хотят заставить всех понизить ставки неважно какие то будет издержки для экономики какие то будут проблемы для валют неважно главное чтобы американский доллар в этот момент оставался крепким как мы понимаем это естественно будет как говорится пытаться давить на цены на нефть на сырье и так далее да пока как я уже говорил через тот же брикс не будет собственно говоря выработана другая система который позволит обойти вообще все эти расчеты в долларах и дальше смотрите и такой сценарий является хорошим предзнаменовением для доллара поскольку учетная ставка сша в этом году остается одной из самых высоких среди крупнейших развитых экономик то есть тут только один вариант либо америке подымать ставку до либо соответственно оставлять заставлять всех остальных снижать ставку что в принципе они пытаются сделать а теперь смотрите господа это что касается валюты а теперь я вам прочитаю что касается ну вот кстати смотрите байден планирует сегодня созвониться с премьерами няньстером израилем это не таняху как пишет cnn звонок будет напряженным байден намерен выразить не таняху свое недовольство и разочарование связи с гибелью сотрудников гуманитарной организации мировая кухня да но это естественно все фуфло вы же понимаете все это театр одного юного зрителя так сейчас смотрите сейчас я вам другой прочитаем сейчас вас именно по поводу госдолга вот почему мы с вами только что говорили по поводу золота и так далее что еще играет огромное значение и американцы сами это осознают вот смотрите сейчас я вам тоже это прочитаю чтобы было понимание что происходит здесь икса и вообще и соответственно что будет дальше значит смотрите насколько велик дефицит федерального бюджета сша почему золото в том числе как говорится сейчас растет да потому что начались проблемы реально опять с госдолгом что и требуется доказать в 2023 году финансовом году он составил 1 и 7 триллионов долларов по сравнению с 1 и 38 триллионов в 2022 году такой вплеск обычно происходит только тогда когда правительство находится в режиме борьбы с рецессией вот вспоминаем пандемии 50 кстати здесь будет подтверждение то о чем я вам говорил они тогда когда экономика растет приличными темпами ну то есть разговор идет о том что экономика сша типа устойчиво даже если судить по экономике сша дефицит впечатляет в двадцать третьем году он составил 6 3 процента валу внутреннего продукта уровень не менявшийся в течение шести десятилетий до глобального финансового краха в 2008 году по прогнозам годовой дефицит будет продолжать расти достигнув 2 и 6 триллиона долларов в 2034 году помните я говорил что они всем должны они просто всем должны они банкроты на самом деле если так разобраться то есть ни одна бы страна не имея такие возможности как печатать просто бумагу сколько угодно уже давно лопнула и держатся они не потому что они такие охрененные у них такая хорошая экономика так далее нет тупо механизм печатать не больше ничего но так как ты можешь не просто печатать печатать то в принципе все могут но тебя накроет инфляция а здесь ты заставляешь весь мир за себя платить вот чем разница поэтому они только и пытаются удержаться на самом деле их давно бы уже не существовало по прогнозам годовой дефицит будет продолжать расти достигнув 2 и 6 триллиона долларов в 2034 году и каждый дефицит увеличивает и без того огромную сумму государственного долга 27 и 6 десятых триллиона долларов по состоянию на 1 апреля что почти соответствует размеру экономики то есть они фактически просто окупить это все не могут понимаете в чем дело теперь смотрите дальше это вот к вопросу о том на чем вообще держится вот этот импотентный диксай на чем на самом деле не на чем и сами американцы да кто как говорится еще раз говорю не с отбитой башни да не те которые рисуют там красивые картинки со статистикой прочее рассказывают о том какая америка просто но они поверьте мне вот читаешь их тексты вот то что они исключительные то что они богоизбранные это прям в каждой фразе они даже вот уже показывают что у них есть проблемы но они веруют в том что они все равно победят преодолеют потому что они особенные и вот смотрите огромный дефицит насколько мог видеть глаз казался управляемым это вот история о том как появился этот долг вообще госдолг да когда федеральная резервная система установила процентные ставки на нулевом уровне это вот были такие счастливые у них времена когда они жили около нулевых ставках и покупала казначейские облигации сша на сотни миллиардов долларов но смотрите помните вам говорил что сыграло самую колоссальную роль и почему я вам сказал что когда путин начал и сво он тоже скорее всего я так думаю так как все-таки образование позволяет он просчитал эти риски потому что он понимал что на самом деле после пандемии они напечатали столько бабла что они сами себя загнали в яму и вот смотрите но поскольку ставка по федеральным фондам превышает 5 процентов расходы правительства и предложение облигаций которому необходимо продать растут так быстро что возникает опасение что это подавляет то что долгое время считалось ненасытным спросом на самые безопасные инвестиции в мире то есть они обесцениваются чем больше они их печатают тем стоимость их начинает снижаться соответственно те кто их покупают требуют все больше премию чем больше премии тем соответственно обслуживание долго дороже и все и это замкнутый круг который в итоге приводит к полному краху по-другому не будет и в данной ситуации когда вот началось и свого когда появилось красное море когда появились скоординированные действия опеку что раньше не было вот когда я вам говорил о том что господа когда там хазин говорил о том что стоит отказаться от доллара и все как бы сразу как говорится россия если откажется доллара доллар рухнет конечно так это и тогда это не работало это все не такого быть не могло но вот сейчас господа кирпичик за кирпичиком шажочек за шажочком все к этому идет потому что еще раз говорю ситуация кардинально поменялось по сравнению с тем что было раньше опек фактически был под контролем сша во первых все естественно было в нефтедоллар то есть все было продавался исключительно за доллары во вторых саудиты слушали сша просто по указке как говорится щелчком пальцев надо сократить добычу они сокращали надо было увеличить увеличивать сейчас они шлют далеко и надолго лесом и это естественно абсолютно тоже создает большие проблемы самой системе нефти доллар то есть это одного один из основных моментов который является самым уязвимым я считаю в системе индекса доллара да ну вообще как бы система доллара это прежде всего статья которая создает искусственный спрос на доллар то есть если ты хочешь купить нефть иди покупай доллар фактически ты обеспечиваешь себе абсолютно монопольное право на то чтобы твою валюту покупать из просто твою валюту должен был быть всегда вот и все стоит нарушить этот пункт и уже картина бы совсем по другому становится и вот это сейчас как раз доказывает тот факт что как я вам говорил американский госдолг на хрен никому не нужен сколько бы он там доходность не давал 5 10 мы уже понимаем что ситуация меняется и ситуация с его это прежде всего самый основной фактор потому что именно и свод сбросила вызов всей этой ротшердоракфелевской системе и соответственно америке как таковой в плане и военного превосходства и геополитического превосходства и экономического превосходства но я вам еще раз говорю если бы произошло все немного по-другому то есть например как говорится не было пандемии у них бы сейчас таких проблем не было и они могли бы действительно там российскую экономику развивать в клочья на первоначальном по крайней мере этапе когда не было еще возможности обойти санкции и так далее а потому что у них тогда бы не было проблем такой с инфляцией у них бы просто станок столько до это время бы не напечатал и сейчас бы они не были зажаты в эти тиски что и требовалось доказать поэтому еще раз говорю спрос на их говно падает раз у рост расходов как правило побуждает так называемых линчеватели облигаций инвесторов кто это такие инвесторы с финси фиксированным доходом такие как банки и страховщики чьи портфели страдают от резкого роста заимствования требует все более высоких доходности то что я вам и говорил а где у нас сейчас судя по всему все эти линчеватели и прочее да да вот они вот они где все эти кто собственно говоря понимают что происходит системой американского доллара вот они в золоте и это только начало теперь смотрите дальше что может оказать давление на компании потребителей но это понятно сигналы фрс о том что процентные ставки могут оставаться высокими и дольше да о чем я вам говорил почему я их называю фуфлыжники потому что это все ложь сплошная ложь потому что на самом деле там нет ничего реального мы реально видим что вот этот механизм они просто должны поддерживать иначе все рухнет и вот поэтому они все время врут постоянно и естественно когда вы манипулируете вот этими то ли сон то ли пронесом то ли спущу ставочку то есть не спущу ставочку естественно рынок постоянно находится в состоянии ожидания и не знает что делать все экономические финансовые механизмы которые соответственно следует за этими решениями да они безусловно друг от как говорится шестеренка шестеренки передают эти соответственно ожидания и когда там говорят о том что соответственно ставка не снизится все доллар укрепился доллар укрепился и все начинают соответственно там как говорится входить там американские облигации так далее как только начинает звучать вот мы сейчас снизим в этот году все все начинают наоборот распродаваться и так далее да все а когда ты держишь ни туда ни сюда вот так и получается доллар на соплях но держится но еще раз говорю факторы инфляции которых раньше не было почему я говорил не надо смотреть там только на исторические графики почему я говорю все время техника техникой она не является аналитикой этот просто черчение рисование не более того если вы не знаете какие процессы происходили в тот или иной там временной периода если вы не знаете на чем образовывались все эти там свечи то вы никогда в жизни никакой аналитики и анализа прогноза не сделаете потому что ситуация меняется еще раз говорю одно дело были ставки около нулевые другое дело вы смотрите на график он там индекс показывает там какие-то значения вы думаете что он туда обязательно придет а там уже ситуация поменялась ставки стали например 5 процентов история уже совсем другая совсем по-другому все работает раньше там за этой инфляции никто вообще не смотрел особо я вот помню когда как говорится раньше еще хрен знает с каких лет торговал когда на рынок никто не смотрел особо за этой инфляции никого она вообще не интересовала и все было похрену все говорили напечатать фрс сколько угодно и вообще все по барабану когда там рынки падали все говорят да вот это все те кто понимал говорить да ладно я угомонись все это напечатают выкупят и соответственно опять рынок пойдет все это стандартно так и работало я же вам говорю был даже такой так называемый инструмент гринспин пут назывался да когда гринспин управлял федрезервом он тогда его спросили сказать скажите пожалуйста уважаемый а у вас вот как бы ну не волнует вот тот вопрос что как бы вот вот госдолг растет там пятое десятое огонь да мне похрен у какой будет госдолг если он в моей национальной валюте он прям четко тогда об этом сказал и что он тогда делал почему называли гринспин путь американские компании падали им тут же печатали бабки они там приходили фрс и говорили блин вот так и так у нас упала компания у нас вот такие то там проблемы они проблемы не решали они занимались только капитализацией он тут же шел гринспину там как говорится через лоббируемых там всяких своих членов там обращался да гринспил говорит на бери бабки иди выкупай с рынка все вот так это все работало это полная хрень была всегда изначально вся их экономика дутая это просто фуфлышка которая на самом деле абсолютно чистой воды пузырь больше ничего и еще раз говорю когда у вас компания упала нападает на рынке не просто так же да есть там не какие-то там спекуляции произошли и так далее да а в целом то это же все таки аналитики рынок они как-то это оценили они как бы посмотрели что стоимость компании там завышена поездили по местам пообщались с рабочими там поговорили с конкурентами 5 и 10 вот как работает на самом деле рынок они там не на графиках чертят а это люди ездят по всем компаниям выясняют что там какие что там с зарплатами есть там какие-то проблемы если какие там какие-то тайные как говорится секреты которые рынок об этом не знает и так далее и только тогда они принимают решение шортить например там да почему там крупный хедж фонд встает там например в шорт по какой-то бумаге и начинают шортить там годами годами может шортить потому что они это не на графиках делать не на рисуночках они это все делают фундаментально они всегда изучают досконально все что связано с компанией все что связано с сектором все это они учитывают и соответственно дают уже какую-то рыночную стоимость и какое-то решение покупать ее или продавать и здесь все то же самое вся эта вот эта капитализация она была дутая тупо дутая ее тупо выкупали и когда у вас получается возможность вот такая вот печатайте сколько хотите покупайте сколько хотите да ну вот тогда все вот так и работает поэтому когда у вас получается ваша валюта резервная вы можете пользоваться вот этим возможностью печатать бесконечное количество размывать на весь мир но рано или поздно это заканчивается и вот собственно говоря сигналы фрс о том что процентные ставки могут оставаться высокими дольше чем ожидали инвесторы чтобы обуздать инфляцию вызвали новые опасения по поводу устойчивость национального долга как я вам говорил до этого они считали что у них долг вообще покрину какой хочешь может быть решение фич а мы помним от 1 августа лишить сша обратите внимание ведь это их же рейтинговские агентства в принципе да но даже они лишили сша высшего кретинга кредитного рейтинга трипл эй привлекло внимание к тяжелому состоянию государственных финансов республиканты диссиденты назвали растущей а почему диссиденты обратите внимание да потому что вся эта фуфлыжная вообще смешка вся блумгеры financial times яхо финансы пятое десятое это все ротшильда рокфеллерская отродия которые фактически контролирует естественно виде демократов слова демократы это в кавычках там от демократии даже слова самого по себе нету да там чисто сатанисты которые чисто занимаются тем что фактически стараются поработить весь мир принципе так и есть это никакая не конспироглобия этот чистый факт и вот республиканцы они почему у них диссиденты да потому что все под ними все сми под демократами и когда они что-либо пишут они республиканцы все время все время стараются там обосрать все время они стараются их во всем обвинить а байдена все время выводить на самые там лучшие позиции это я уже поверьте вам гарантию даю перечитал столько всяких там всю жизнь этих материалов и я видел прекрасный весь этот уклон демократы это гипстейн это вот это вот как раз болото с которым готовился готовился как говорится бороться трамп но это тайные вот эти все сообщества там ротшильда рокфеллерская вся эта система поэтому в этой ситуации они естественно обвиняют во всем республиканцев назвали растущий дефицит одной из причин отставки спикера палаты представителей кевин да маккарти помните кевина маккарти сняли тогда да и потом опять искали нового спикера для палаты который заключил бюджетные соглашения с демократами демократы еще раз говорю сатанисты либералы либерасты которые соответственно пустили корни у нас здесь тоже сейчас сша ежегодно тратит примерно столько же денег на выплату процентов по долгу сколько и на финансирование вооруженных сил вот и делайте к распада как говорится выводы да сколько на самом деле они должны и где эти деньги вообще брать реальность такова что правительство не часто балансирует свои бухгалтерские балансы это вот к вопросу о том как они туда попали и вот смотрите внимательно то о чем говорил я вам с 1960 года в сша регистрировался годовой профицит только шесть раз последний раз 2001 году финансового года на самом деле надо понимать что все это еще произошло естественно потому что потом потом уже как следствие конечно и свого потому что они должны были это все купить новыми землями ресурсами территориями и задача была какая свого на самом деле не должно было долго длиться как и говорил путин это реальный факт они хотели сделать что спровоцировать россию чтобы та вступила за днр лнр и тут же ввести санкции они воевать вообще не собирались поэтому там подавали только дживелины 5 10 потому что они не думали что война будет в принципе они думали что просто россия юрк не кажется дернется они тут же введут в нее просто вот эти все адские санкции и россия тут же развалится все они будут уже прям как говорится пожинать все плоды в виде ресурсов территории опять в колонию загонят путина снимут 5 10 то есть ну все вот такой был план а он не удался он не удался и вот после этого у них пошла импровизация и вот тут и затрещала вся эта финансовая хрень потому что на самом деле она давно уже была на грани хронической проблемой является смотрите вот это важный кстати момент это сами американцы объясняют чем причина при том очень интересно я вам покажу вот смотрите вот сейчас они так пишут да и потом они еще кое-что пишут а вы сравните с тем что писали они выше хронической проблемой является старение населения америки по мере того как все больше людей выходит на пенсию правительству приходится выделять большие средства на пенсионные выплаты по социальному обеспечению и медицинским льготам по программе media care но ситуацию сугубили два чрезвычайные ситуации что и требовалось сказать две чрезвычайные ситуации внимательно читаем первое конечно же глобальный финансовый кризис 2008 года какой ипотечный мы это помним спровоцировал серьезный экономичный спад который привел к четырехлетнему дефициту в триллион долларов и конечно же второй затем начиная с 2020 года пандемия потребовала притока государственных денег домохозяйствам и предприятиям чтобы удержать экономику на плаву ровно вот грубо говоря такой глобальный помните тогда когда была пандемия там появился такой термин v-образное восстановление то есть напечатать огромное количество бабла и тупо его залить в рынок для того чтобы выкупить все а падали мы тогда красиво я помню даже золото не помогало летело все неделю две даже по моему падал рынок просто непрерывно каждый день я в нем был я в нем был я это знаю и потом я выкупал просто я как сейчас помню семьдесят четыре компании по бросовым ценам у меня прям портфель был такой здоровый на интерактив брокерс где все было выкуплено просто на низах практически потому что все попадало портфель просто составлял огромное количество имитентов естественно они потом все безумно хорошо выросли когда уже было пошло восстановление и вот этот был v-образный как говорится восстановление так вот начиная с 2020 года как и года как я вам сказал пандемия потребовала притока государственных денег а то о том чем я вам и говорил что они напечатали их огромное количество вот этих вертолетных денег я помню как тогда ли бересня в российской федерации ходила и как говорится как им же надо было опять какой-то создать как говорится прецедент опять же кинуть камень в российское правительство не рассказывая про то как и на самом деле все устроено в деталях до липсицы хуипсицы там вот эти все как говорится тоже из этого же все когорты они рассказывали а как же так вот в америке нам там просто вот прям отдают бабки по 10 тысяч долларов полторы тысяч там доф я просто уже не помню там все эти пакеты которые там были а у россии какие-то там 15 тысяч рублей вот как это возможно вот как же так в америке они вот так вот делают а россия это все путин гад такой это все из-за него это он такой виноват во все эти же дебилы они никогда не расскажут о том что на самом-то деле это у россии то не было возможность печатать в таком количестве иначе бы нас по то точно захлестнула инфляция у нас то не резервная валюта да но эти же дебилы они же задача какая отработать бабки которые ли бересне платят а чтобы оплатить как говорится отработать и бабки надо создать некий там канальчик блять там еще какой-нибудь там я не знаю там телеграм-канальчик youtube-канальчик где расскажут как все плохо в экономике россии и все это проблема из-за путина вот все чем они занимались эти долбоящие никогда ничего не могли предложить нормального у них не было никогда никакого плана потому что их задача была просрать россию и отдать соответственно под контроль сша все поэтому естественно вот эта вся шляпа она и была о том что как это так путин бабки не дает а вот американцы делал как это бабки давали ну вот результат того что бабки тогда давали американцы ровно что и требовалось доказать естественно их просто это стало накрывать их бы нахрен вообще разорвало к ядрине фене если бы они в этот момент не были резервной валютой ну и как вы понимаете это все начиналось предпосылочки к свого что собственно говоря и требовалось доказать а теперь смотрите господа что тут американцы нам написали да что у них хроническая проблема является старение населения америки а теперь смотрите они же пишут они же думают люди дебилы типа как ли бересня у нас да которая в принципе как правило демонстрирует это значит смотрите они пишут при этом надо признать что реальными альтернативами доллару могут быть только евро и юань и тут же они пишут но этих валют не все так хорошо как хотелось бы во первых слабый экономический рост а во вторых стареющее население в европе то есть сука в европе стареющее население это проблема а в сша оказывается это была не проблема хотя не тут же пишут о том что хронической проблемой является старение населения америки вот так господа надо уметь работать с информацией еще раз говорю вам срут мозги простите постоянно поэтому чтобы работать с фундаменталом надо четко отделять зерна от плевел а это непростая работа поэтому еще раз говорю все что они там пишут все это фуфло надо все время фильтровать чистить проверять но я вам хочу сказать что вот факт того что американский госдолк это теперь стала большая проблема это факт и это нас возвращает к тому секунду о чем мы говорили что индекс доллара держится на соплях что по факту он держится только на одних обещаниях когда-нибудь в этом году снизить ставку но не сейчас исходя из этого мы понимаем что индекс доллара будут стараться укреплять как я уже говорил в любом случае а вот как это будет получаться вот это уже вопрос другой и соответственно так как вопрос нас интересует по поводу наших так сказать баранов а именно курс валюты рубля ко всем валютам да давайте переходить прогнозу значит как я уже сказал принципе я уже в самом начале видео вам как бы основную водную дал то есть теперь мы ждем завтра поэтому я как бы основной базовый сценарий не исключаю как как и говорил до этого то есть по доллару выход на 93 93 73 хотя еще раз говорю по юаню сигналы неоднозначные через конкретно юань идет укрепление не произойдет ли быстрого разворота на 1280 я конечно как бы думаю что это может произойти особенно когда начнутся вот эти операции со стороны минфина да но мы видим минфин покупает cb продает уже сейчас вот он уже по юаню идет укрепление а по евро наоборот ослабление поэтому завтра завтрашний день даст какой-то сигнал не обязательно что прям стопроцентно гарантированно там у нас еще данные по ввп да мы это естественно тоже не должны никак скидывать что называется со счетов но ситуация непосредственно с тем что по крайней мере перекос в покупке у нас есть до данные по валютам интервенции в то же время показывает большой объем валютных интервенций но мы видим что они в этом в итоге увеличиваться только в случае минфина это увеличение покупок а в случае cb уменьшение продаж поэтому все вроде бы как логически говорит о том что рубль должен пойти на ослабление но если все таки так получится что мы увидим что резко произойдет разворот что евро пробьет 9943 то как я уже говорил сценарий не меняется опять тогда как минимум коррекция 9850 если мы все таки удержим 9943 то выход на 150-101 да то есть это соответственно будет зависеть от того как там они будут проводить эти операции по доллар рублю здесь соответственно видите мы пока удержали 92 22 то есть даже остались чуть выше и это признаки еще на продолжение ослабления сохранились но юань юань господа о нем не забываем он нам показывает несколько другую картину поэтому здесь все будет зависеть также от центробанка по большому счету ситуация с индексом доллара она конечно нам указывает на то что если сейчас рынок труда останется тоже опять растущим а мы видели крепким да мы видели что это занятость у нас в среду показал именно рост то с большой вероятностью может укрепить доллар и вот тут господа даже если бы цб и минфин допустим собирать ослаблять рубль они могут удержать курс они могут начать продавать удерживая курс такой тоже вариант исключать нельзя поэтому сейчас конечно я все-таки больше концентрируясь на том как проведут операции начала вот этого в 5 числа со стороны цб и минфина а а мы так как как говорится не можем заглянуть им голову только вот можем сориентироваться на то что они заявили да поэтому здесь вроде как перекос покупки должен быть но по юаню мы видим что продажи пока тоже такие немалые идут до продавили 1280 как дальше они будут дальше тянуть тут вопрос другой стороны евро конечно толкает поэтому если 92 22 удержим значит все таки ждем выход на 93 и в итоге 93 70 если не удержим как я уже говорил как минимум коррекция для начала 91 50 а там уже может и дорога открыться на 955 да также мы помним что там у нас эмиссии по рублю будет выходить вот она нас больше сориентирует то есть валюта интервенции мы получили теперь как правило после этого уходит валюта интервенции эмиссия рубля за эмиссии рубля мы посмотрим как я уже говорил в прошлом месяце она у нас получается сильно не выросла практически осталось на том же значении а вот по неделям она росла поэтому месячные значения если даже мы не увидим и посмотрим как минимум хотя бы на недельные да и что там будет так что в принципе пока ждем пятницы ситуация на индекс доллара реакция тоже может быть а он с большой вероятностью пойдет на укрепление к этому тоже будьте готовы и соответственно юань у нас тогда должен как минимум восстановить 1280 да если все-таки будут ослабления и выйти на 1290 если этого не произойдет то могут опускать юань даже до 1265 и в итоге 1260 такой сценарий тоже исключать нельзя вот такая господа непростая картина у нас получилось собственно говоря на этой неделе в пятницу будем конечно подводить итоги в данный момент самый главный считаю это во-первых иранский удар ответка да будем смотреть где как в каком виде там и в красном море там уже кстати американцы заявили о том что они уже готовы снять с хуситов как говорится вот это клеймо о том что они террористы лишь бы они перестали там долбить эти все корабли и соответственно нападать да но как мы понимаем хуситы же не сами по себе им как говорится они понимают за кого они они в москву прилетали не просто так вот поэтому соответственно мы понимаем что никаких там клеймо террористов и там вообще волнует не волнует а вот ситуация при ответе сейчас ирана мы понимаем что хуситы могут также ответить а они обещали хазбалла обещала а иран обещал поэтому собственно говоря как говорится ждем вот этот черный лебедь впереди а самое главное мы знаем что это событие произойдет поэтому не совсем черный лебедь вопрос какая сила будет собственно говоря этого ответа и вот это уже черный лебедь и я считаю это сейчас основным и ситуация с райфахом тоже считаю тоже основным потому что то операция она может втянуть практически всех всех вокруг египет и так далее и понятное дело поэтому сейчас вот эти все консультации полета со сломанными ребрами там с элливана байдена и прочее естественно сейчас как раз центре фокуса внимания поэтому по валюте конкретно по рублю нас интересует прежде всего действия сейчас со стороны цб минфина в рамках у тех объявленных как говорится действий которые они заявили которые соответственно пятого начинаются индекс доллара понятное дело нас интересует каком плане как цб минфин будет реагировать на его рост а он большой вероятностью пойдет расти укрепляться да потому что если пособие на занятость нескольких секторе вырастет то это однозначно будет признаком укрепления доллара да вот поэтому все вот это вот мы увидим господа с вами завтра и в зависимости от того как сложится это вся общая картина мы в итоге увидим пока у нас курс через евро однозначно на ослабление сам доллар тоже остался пока на уровне ослабления но с юанью давит господа вот это меня смущает с юанью давит вопрос насколько как говорится все таки будет задача укрепить рубль но я ее пока реально не вижу а офз размещаются плохо то есть по большому счету в заемных средств тоже особо там бюджет не получает ситуация непосредственно с ценами на нефть высокими но экспорта снизился сам по себе количество да поэтому это тоже как бы момент такой как бы компенсирует в более высокими ценами возможно но не полностью да поэтому как бы вот эти все нюансы они все-таки намекают на то что рубль должен ослабнуть хотя бы просто для пополнения бюджета не то чтобы там прям сильно куда-то да но вот как мы говорили до 95 где-нибудь в итоге я думаю доллар был бы принципе был бы вполне логичен а вот вопрос инфляции вот вопрос инфляции потому что этот баланс всегда надо учитывать так что господа посмотрим на этом я заканчиваю напоминаю те кто интересуется не только курсом доллар рубля вообще финансовыми рынками подписывайтесь на наш телеграм-канал трейдер клап анализ акций ссылка всегда у нас в каждом видео присутствует внизу то есть написание опускаетесь и собственно говоря находите также напоминаю что у нас всегда в канале находится самая важная информация которая реально влияет на ситуацию с рынками там с акциями с валютой там всевозможные политические какие-то заявления геополитические события и так далее то что действительно окажет влияние вот это фуфло который скармливают да а именно конкретно то что кас влияние также у нас всегда есть прямой эфир в другом youtube канале который тоже в телеграм-канале в этом наше вы сможете найти там мы мы ходим прямой эфиры по полностью разбираем все что связано с рынками и в том числе с валютами также напоминаю что у нас есть услуга персонального сопровождения вы тоже можете и воспользоваться в конце дня у нас выходит вот такой вот пост переходите по нему подаете заявку и собственно говоря без проблем можете воспользоваться этой услугой это онлайн сопровождение всех ваших сделок можете перейти узнать все подробности я думаю вам будет тоже не лишним покупки валюты продажи валюты и так далее живой чат абсолютно живой чат который непосредственно как говорится позволяет также делиться всевозможные информации там собственно говоря подписчики также дают какие-то свои сигналы взгляды там результаты своих сделок и так далее поэтому тоже можете присоединяться я думаю тоже будет полезно потому что везде всегда грамотные у нас дискуссия не пульс тиньков да все-таки здесь люди уже формируются такие достаточно грамотные а также напоминаю что мы естественно будем делать обзоры непосредственно по валюте на каждый день а каждый день мы все это дело разбираем в наших календарях как я уже говорил курс у нас плавающие господа не забывайте что это все не рисуночки не фибоначчи там не скользящие не всякие там биржевиков ские шипы доллара там кретчатовые там спекулянты в стакане вот это все бред да который соответственно у нас практически говорю 99 процентов youtube телеграм-канал просто вам извините срут мозги просто рассказывая про то что анализ там можно сделать по каким-то только рисунком не понимая вообще кто эти рисунки рисует каким образом они образуются как они связаны и так далее да поэтому соответственно если хотите во всем этом разбираться господа то тогда соответственно обязательно отслеживайте то что делаем мы мы каждый день это делаем каждый день разбираем вот эти события и собственно говоря разбирая вот так вот каждый день двигаемся в итоге к пятнице в пятницу мы господа, как обычно, подводим итоги недели, завтра у нас как раз будет такое подведение итогов, там мы, собственно говоря, подберем уже всю основную информацию на этой неделе, как говорится, все это скомпонуем в общую картину и в итоге посмотрим, какой у нас будет будущий тренд на следующую неделю. Естественно, а уже обзор следующей недели у нас, исходя из пятницы, после подведения итогов, будет воскресенье, в воскресенье мы создаем абсолютно новый календарь, абсолютно новые, как говорится, там, что называется, события все учитываем, да, как я уже говорил, также будем учитывать обязательно субботу и воскресенье, потому что вот эта ситуация с Ираном, с ответом, да, вот я не исключаю, что ответ будет не как раз там ни сегодня, ни завтра, а с большой вероятностью может быть на выходные. Ровно так же могут произойти там события, связанные с Райфахом тем же, да, тоже на выходные, потому что, но я думаю, до ответа Ирана Израиль пока не начнет операцию, потому что они должны будут, скорее всего, вначале подготовиться, посмотреть, как это все дело пройдет. Поэтому за выходные имеет колоссальное значение, зачастую бывают такие события, они, как правило, подгадываются для того, чтобы провести там любые операции или еще что-то, чтобы не повлиять сильно на рынки, да, поэтому выходные всегда мы отслеживаем внимательно и, соответственно, когда уже делаем анализ на следующую неделю, как говорится, по новому календарю, безусловно, у нас всегда есть новый календарь в воскресенье, мы уже смотрим, какие события будут на следующей неделе и вот таким, господа, именно способом мы уже заглядываем в будущее, потому что, когда мы знаем, какие будут события, знаем, что примерно от них ожидать, вот тогда мы у нас действительно появляется прогноз, не какие-то там стрелочки, куда придет там при процентном соотношении там или там коррекции и так далее, да, а именно на чем, почему, зачем, вот тогда вы начинаете обладать такую возможность и заглядывать немного вперед, и вот тогда мы, собственно говоря, исходя и уже, при том понимая, что происходило в прошлом, да, не просто так, что там нарисованы были какие рисунки, где там стрелочки были или свечечки, да, а именно понимая, что происходило в каждой свече, именно понимая ту, как говорится, ситуацию, которая складывалась, а именно там заявление Паула, да, какие были данные по экономике и так далее, вот только составляя все это в общую картину, вы уже можете заглядывать в будущее новых событий. И исходя из этого, естественно, мы уже и будем делать прогноз на следующую неделю, суммируя все, что было в пятницу, соответственно, за всю неделю, все, что произойдет за выходные и уже понимая те события, которые ждут нас на следующей неделе по новому календарю. Поэтому, господа, если вы хотите во всем этом разбираться, если вы хотите реально понимать, что такое анализ, а не просто, и, соответственно, что такое прогноз, а не просто рисуночки каких-то там технических учебничков, да, то, собственно говоря, подписывайтесь на нас и будьте в курсе.